МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот здесь даже прокатиться можно на лошадках, смотрите. А море бурлит, бурлит Аманский залив. Мама дорогая, какие здесь волны, ребят. Это вообще что-то с чем-то. Город Салала расположен на побережье Аравийского моря. Так будет сказать правильнее. Ну вот сейчас, ребят, заехала в отель. Причем вы знаете, что самое интересное, номера в этом отеле стоят 150 долларов. Но по сравнению с Дубаем, 150 долларов в сутки я имею в виду, да? Вот, по сравнению с Дубаем, это, конечно, вообще отель еще тот. То есть номера, они реально уставшие. Они вот прям уставшие. Я где-то здесь даже ржавчину видела на душе. Но я сейчас не буду уже ничего, ребят, искать. Почему? Потому что, ну, бывает так вот, не повезло. Не всегда бывает так, что я нахожу только самые крутые отели. Бывает и вот так. То есть как бы место расположения отеля, оно прекрасное. Ну а номера вот прям уставшие. Уставшие. Вот. И, наверное, поврежденные все-таки водой, потому что отель находится прямо на море. То есть вот здесь вот у меня балкон. Ну и не только, вы знаете, как бы номера. Ну, посмотрите, двери тут что. Ну, с дверями тут тоже проблематично. Проблематично, то есть никто ничего не делает. Открываются они с трудом, но от того, что разбухли, наверное. И вот здесь балкончик и вид на море. Я вот как раз хотела балкон и вид на море. Конечно, море бурлит. Купаться я не буду, но я хотя бы на него посмотрю. Ребят, как говорится, имею право послушать море в вечернее время. Да, так что вот такая вот здесь красота. Оманские Мальдивы, я бы так сказала. Или Оманская Шри-Ланка. Вот такой вот здесь сезон бывает. Море бурлит, но очень-очень красиво. Все зеленое. Все зеленое. На лошадках люди катаются, по пляжу гуляют. Так что я тоже сейчас пойду гулять и искать, где что можно поесть. Ребят, это называется окунуться в настоящую местную арабскую жизнь. То есть здесь люди вот такие вот пятнички устраивают под открытым небом прямо рядом с морем. Тут наши машинки ездят с Дубая, с Абудаби. Ну и Оманских тоже, конечно, очень много машин. Вот. И здесь находится вот такая вот набережная. Вы не обращайте внимания, что видео такое немножко темное, потому что здесь реально стоит туман. Знаете, вот как туман, такая очень-очень высокая влажность. И вот такое вот прям нереально бурлящее море. Но ребята мне сказали в отеле, что октябрь, ноябрь, декабрь море будет абсолютно спокойное. Оно немножко уйдет, и оно будет абсолютно спокойное. А пока оно вот такое вот прям даже страшноватое, я бы так сказала, да? А вам как, не страшно? В общем, вот такая вот я, ребят, на фоне бурлящего-бурлящего моря. Но все равно как-то очень здорово. Вы знаете, свежо, совершенно не похоже на арабскую страну. Только я уже проголодалась, поэтому мне нужно пойти поискать, где что-нибудь можно здесь поесть. Но все очень-очень-очень интересно. Нереально прямо все здесь интересно. Потому что, ну, наверное, потому что я здесь не разу не была, поэтому у меня такой восторг, восторг, восторг. Сейчас мне море уже запрыгнет босоножки мои, наверное. Я диволка. Смотрите, смотрите, смотрите. Очень сильные. Ну, то есть здесь точно не искупаешься сейчас. Ай! Ну, я же говорила, что босоножки мне. Куда запрыгнет? Вот так, ребят. Море волнуется раз, море волнуется два. Буду слушать море всю ночь. В следующий раз вернусь обязательно сюда, в пляжный отель. Здесь рядом находится Кроун Плаза. Ну, а Нантару-то я не потяну, она достаточно дорогая. А Кроун Плазу, наверное, да. Вот. Но уже когда можно будет искупаться в море? А сейчас пока просто хочу посмотреть. Ну, и на море посмотреть, и на водопады посмотреть. Но это все уже завтра. Всем привет, ребят! Всем доброе утро! Встречаю доброе утро на балконе с видом на море. Немножко расскажу вам вкратце, потому что времени у меня совсем чуть-чуть. Я сейчас убегаю на экскурсию. О том, что такое сезон Харик. Осень, который проходит в Салале. Вам этот сезон, наверное, вряд ли понравится. Потому что муссонные ветры постоянно идут с побережья. И идет дождь. Ну, дождь, знаете, такой мелкий на крабочке. Но почему я сюда приехала именно в этот сезон? Потому что я хочу посмотреть, как цветет Салала. Потому что именно во время сезона Харик Салала просто-напросто расцветает. То есть она вся зеленая, красивая. Здесь невероятные водопады. То есть все очень здорово. Ну, а то, что я не смогу купаться в море, это, в принципе, уже не такая большая проблема. Хотя хочу я вам сказать, что в отеле... Я вот вчера просто-напросто вот так немножко помыла свои босоножки после того, как я гуляла по пляжу. Потому что очень много было песка. Вода соленая мне туда попала. Босоножки у меня, конечно, не сохли. Вот. И вообще белье в отеле, оно как будто бы мокрое из-за очень высокой влажности. Но и волосы у меня постоянно бьются тоже из-за высокой влажности. Но вообще все очень интересно. А сейчас еще покажу вам море. Еще раз, кстати говоря, красный флаг, который висит на море, увидела только сейчас. А местные арабы, они очень любят приезжать в Саламу во время Хаипа. Поэтому вчера всю ночь на нашем пляже тусовались автомобили с номерами Абудаби, Дубая, соответственно, Маската и так далее, и так далее. Ну, то есть, в общем, вот так. Ну, а я сейчас, ребята, уже бегу на завтрак и потом еду на экскурсию, буду показывать вам роскошные места Саламы. Кстати говоря, если вы смотрите, что отель немножко такой потемневший, это все из-за влажности и из-за высотов. Смотрите, ребят, с утра у нас тут скачут ребята на лошадях по пляжу. Красота! Вы знаете, на улице как-то очень странно. Плюс 25 градусов, я даже думала, что будет холодно. Нет, не холодно. Вы знаете, немножко парит, вот, и плюс 25. Очень странное ощущение, потому что в Эмиратах я таких ощущений не испытывала. Вот, поэтому Салала, она очень отличается и от Маската, и, соответственно, от Эмиратов. А вот это вот у нас автомобильчики москатцев и эмиратцев и катарцев и так далее. И вот оно, море. Ну, море бурлит, 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 бурлит с утра. Вот он, верблюдик. Смотрите, стоит, что-то жует с утра. Я вот так не знаю, плюется он, не плюется. Представляете, как здесь верблюдам повезло? Они здесь траву жуют. А у нас в Эмиратах они вообще непонятно, какие колючки жуют. Поэтому они здесь такие красивые. Салала расположена в единственном районе Аравийского полуострова, которого достигает летний индийский муссон, приносящий дожди, туманы и пасмурную погоду. В это время в Салале сезон дождей, который не характерен для других городов Амана. Сезон муссонов, также известный как Хариф, обычно начинается примерно в июне и длится до сентября. Во время муссонов Салала превращается в прекрасный зеленый оазис, благодаря моросящим дождям, охлаждающим воздух. Из всех стран Персидского залива с июня по конец сентября в Салалу стекаются гости, чтобы передохнуть от сильной жары, которая стоит в остальном регионе в это время, и посмотреть на бурную растительность и водопады. В это время на всех дорогах Салалы стоят пробки, и население удваивается. Всего в Салале проживает 207 тысяч человек. В Салале проживает большое число мигрантов, в основном из Индии, и здесь есть индийская школа. А также Салал является центром парфюмерной промышленности Амана. Сегодня я решила посмотреть восточную Салалу. До западной части Салалы я, видимо, доберусь в следующий раз. Вот так вот начинается наш трип посылали, то есть наше путешествие. Ну, ребят, на камере вот здесь вот как бы видно, что идет дождь, поэтому стекло, оно такое немножко мутноватое. Ну, а мы едем вот по такой шикарной дороге среди зеленых деревьев. Здесь, смотрите, какая красота. Вот такие вот речушки, да, с водой, и вокруг зеленые-зеленые-зеленые деревья. И идет дождь. Совершенно не жарко, плюс 25 градусов. Ребят, посмотрите, какая здесь красота. А сейчас мы приехали на водопады. Название, правда, у гида еще не спросила, потому что я к водопадам иду одна. Но сейчас вернусь, обязательно спрошу. Смотрите, какое здесь все зеленое, какое здесь все красивое. Где вообще в странах Персидского залива можно увидеть такую красоту? Да нигде вы ее не увидите. Вот, и сейчас иду снимать для вас водопад. Здесь невероятно. То есть я нисколько не пожалела, что я приехала во время осеннего сезона в Салалу. Потому что все зеленое, все безумно просто красивое. Ну, в общем, ребят, сейчас уже свое лицо убираю и буду снимать все, что здесь есть. Это настолько красиво, настолько все зеленое. Посмотрите, какие здесь интересные деревья прямо над водопадами. Невероятно. Ну вот где в странах Персидского залива можно увидеть вот такие вот водопады? Я сразу вспомнила Южную Африку, где мы тоже смотрели водопад, когда были там с Жанной. Невероятно, невероятно. Ну вот такие вот шикарные водопады можно увидеть только во время осеннего сезона в Салале. Ну, то есть сейчас. Это просто невероятно. Только вы знаете, ребят, здесь какие-то камни такие. Я вот не знаю, удержусь я на них, не удержусь. Но стараюсь для того, чтобы снять для вас вот этот водопад. Кстати, мы приехали сюда рано утром, потому что чуть позже здесь будет очень-очень-очень много людей. Ну а пока у меня здесь еще есть возможность снять вот этот водопад практически без людей. КОНЕЦ Ребята, я тут нашла одно местечко, сбоку вид на водопад просто невероятный, потому что когда стоишь прямо к нему, то вся вода попадает на тебя. То есть он же еще и брызгается, водопад, то есть вся вода в лицо. У меня уже все лицо мокрое, телефон весь мокрый, стенд для телефона тоже уже мокрый, а вот отсюда прям невероятный вид открывается сбоку, очень красиво. Сейчас, ребята, мы проезжаем тут небольшой городок, который называется Така. И едем мы, а куда мы едем? В Дарбат. И мы едем в Дарбат. Смотрите, какие здесь красивые зеленые горы, они просто невероятные, все в такой дымке из-за влажности, ну прям все зеленые, зеленые, зеленые. А здесь, ребята, смотрите, какая красота. Это не хуже, чем Таиланд, а я бы даже сказала, что и лучше. Смотрите, какой здесь шикарный, огромный водопад. Да, я не представляла, что в Салале так здорово. Да, я думала, что здесь красиво, но не настолько. А здесь просто невероятно. Салале так здорово. Салале так здорово. А здесь, смотрите, внизу тоже бассейн, прям с изумрудной водой. То есть здесь такие же белоснежные травертины, не хуже, чем в Памуккале в Турции. Очень красиво, прям невероятно. Здесь сделаны в Дарбаре смотровые площадки, то есть можно прогуливаться по смотровой площадке и любоваться вот этими вот роскошными зелеными горами. Но опять же напомню вам, что они такие зеленые, только во время осени в Салале. А в обычное время здесь все становится коричневым, уже не зеленым. Ну а сейчас можно просто ходить и наслаждаться красотой. То есть изумрудные бассейны с водой, изумрудная зелень вокруг. Ну я не знаю, что еще может быть лучше. То есть здесь природа. Это, конечно, не Дубай, здесь природа кругом, но красота. Не знаю, я наслаждаюсь каждым мгновением здесь в Салале, потому что ну такой природы ни в одной из арабских стран больше не увидеть. Я имею в виду в странах Персидского залива. Вот, а здесь, здесь просто красота. Я не ожидала, что здесь настолько красиво. Да, я видела, ну как бы на видео, да. Но когда смотришь на видео, кажется, ну вроде как красиво, но это, наверное, там не везде. А оказывается, что везде. Вот именно в сезон осени Хариф здесь везде просто безумно красиво. Вот такие вот роскошные водопады, в которых есть вода. То есть если вы приедете вне сезон, то, конечно, не во всех водопадах будет вода. А сейчас здесь просто невероятно. Невероятные красивые бассейны с водой. Все зеленые. Единственное, что немножко как бы парит. Погода такая плюс 25, вроде как не жарко, но парит. То есть ходишь весь мокрый. Но это нормально, это примерно как в Южной Африке. Погода примерно такая же. В Южной Африке зимой, я имею в виду. Ребят, смотрите, сколько людей хотят попасть на гору. То есть вот такая вот здесь пробка прямо стоит. Пробка, пробка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Ребят, вот такая вот здесь местная тусовка. То есть здесь можно на прокат взять лодки, можно на прокат взять вот такие вот интересные машинки. Ну, в общем, вот он. Называется это место Дарбат-парк. Можно лошадки здесь даже прокатиться. Красиво, местная тусовка здесь. Такой вот вход в Дарбат-парк по красной дорожке. Все прям здорово-здорово. Иду внутрь, посмотрю, может быть, на чем-то прокатиться удастся. Посмотрим. Ребята, в общем, я поехала вот так вот на такой вот деревянной лодочке прокатиться. Вот он мой водитель. Так что едем. Едем, 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 смотрим, смотрим, смотрим. Все здесь очень красиво. Просто невероятно. Ребята, вот я прям поражаюсь, что я слышала о Салале много раз, но я никогда сюда не приезжала. А здесь невероятно красиво. Просто невероятно красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, смотрите, какая здесь красота. Я просто в восторге. Я просто в восторге. Я еще такого восторга давно не переживала, как говорится, да? Уже даже слова начала путать. Потому что здесь реально очень-очень-очень красиво. Прям невероятно красиво. И у меня восторг, восторг, восторг. Ну, я таких зеленых гор, наверное, я их видела только в Таиланде. И вот здесь в Салале. Сейчас, вы знаете, я начала понимать наших местных арабчат из Абудаби, из Дубая, которые приезжают сюда в Салалу в сезон дождей. Потому что здесь прохладно. То есть в Дубае жара, а здесь прохладно, хорошо, все зеленое. Можно кататься на лодочках. Ну, прям восторг, восторг, восторг. Причем я уже приехала в конце сезона, как мне объяснили. Но мы даже сегодня все равно стояли в пробке. А в начале августа, говорят, здесь были пробки просто ужасные. Настолько было очень много наших арабчат здесь. Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Смотрите, ребят, кафешечка тут вот такая вот интересная Но самое главное в столике есть Взяла какое-то тут арабское блюдо, хлеб с сыром Не знаю, попробую, как это на вкус вообще Ну и хотя бы кофе Кофе тоже попробую Ну, кафешка такая небольшая, светлая Неплохая Не знаю, как вкус кофе Будем пробовать Вот так вот, ребят, после дорогих ресторанов Мы склонились к очень простой еде в городе Салала Но так бывает Вариантов пока нет других Сейчас, ребят, начался мелкий-мелкий такой дождь Все как будто как в дубане Вот, но мы едем дальше Надеюсь, что, может быть, он станет поменьше Ну, хотя он сильно не ощущается Зонтика у меня все равно нет, к сожалению Поэтому буду бегать под дождем Вот так, ребят Контактами обязательно поделюсь Этой компанией Мне предоставили, значит, Toyota Prado Автомобильчик 4x4 Я здесь совершенно одна То есть у меня индивидуальная экскурсия Гида своего сейчас тоже покажу Его зовут Муамар Вот, и как он выглядит сейчас вы тоже увидите А вот он мой гид Муамар Но он серьезный, потому что дело в том, что здесь туман у нас Идет дождик И поэтому ему нужно очень внимательно смотреть на дорогу Поэтому долго он с вами разговаривает, к сожалению, не может, ребят Ну, и как вы думаете, где сейчас я, ребят? Ну, конечно, я в Салале Я приехала на место, которое называется Тави от Тайр Сингхол Еще его называют Снекхол То есть это карстовая воронка Только пока еще мне непонятно, как к ней спуститься Но сейчас разберусь, ребят Кстати, идет дождь, поэтому не обращайте внимания Голова у меня уже мокрая Но он такой, знаете, мелкий, накрапывающий То есть зонтик, в принципе, не обязательно с собой брать Ой, какая здесь красота, ребят А вот я уже вижу эту воронку Смотрите, смотрите Вот она сзади меня Ну, наверное, вам еще не видно Сейчас я поближе спущусь Вот так вот, ребят, она выглядит Натуральная карстовая воронка Но, к сожалению, через забор здесь перебираться нельзя А то бы я, конечно, бы попробовала Но написано, пожалуйста, не взбирайтесь на забор Чтобы просто-напросто не упасть И не оказаться в этой глубочайшей воронке Кстати говоря, в этой воронке находится очень много гнезд птиц Вот, но для того, чтобы их увидеть, конечно, нужно туда спускаться Я так думаю, что вот сейчас, во время осени Спуститься туда 100% нельзя Потому что я видела, что в принципе это возможно Но это возможно не в сезон То есть когда не идет дождь и когда не скользко Потому что сейчас можно просто-напросто рухнуть в эту воронку И, собственно говоря, не добраться до дна А просто-напросто туда рухнуть Потому что подскользнешься и все Вот такая вот глубокая карстовая воронка Ну, в общем, вот она Попыталась вот тут вот ракурс поискать Но, видите, очень много зеленых деревьев вокруг Поэтому ее практически не видно Воронку Ну, вот как смогу, как говорится, так и сниму для вас Все-таки, ребят, я ракурс нашла Вот отсюда она чуть получше видна Эта воронка Надеюсь, сможете рассмотреть Она очень глубокая Но всю глубину я вам показать, к сожалению, не могу Потому что и так у меня уже телефон на вытянутой руке Кстати, глубина этой карстовой воронки 211 метров Образовалась она сама по себе А ширина ее 100 метров Вот такое вот интересное природное явление Ребят, смотрите, сколько здесь верблюдов Тут целое огромное стадо бежит Правда, они все в тумане, но бегут, бегут Смотрите, какая красота Вот они, верблюдики Еще и рычат Вы слышите, как они рычат? Что-то не нравится им Корабль в пустыне Красивый какой Что-то они злые какие-то, рычат сегодня И непонятно почему Наши эмиратские не рычат А эти рычат Здесь еще и ослики ходят Здесь вообще так интересно И верблюды, и ослики скачут Смотрите Красота какая Ну, в общем, интересно Это вот, ребят, гора Джабблсабха 2100 метров Но, к сожалению, сегодня туман Поэтому ничего особо не видно Но видно облака Которые соприкасаются С этой горой Ну, и вот примерно, наверное, все Особого вида здесь нету Только облака Кругом И туман Ну, а что делать? Сюда нужно, наверное, приехать В другую погоду Ну, вы знаете Я хотя бы покажу вам горы в Амане Пусть будет так Пусть ничего особо не видно Но горы вот тут вот Чуть-чуть видно В любом случае Облака соприкасаются Прямо с этой Одной из самых высоких вершин В Амане И на Ближнем Востоке С горой Джабблсабха Что еще меня, ребят, поразило Здесь очень Смотрите Вот хоть бы они здесь заграждение поставили Нормальное А то вот так подойдешь К краю обрыва Захочешь вниз посмотреть И просто-напросто с этой горы Упадешь С двух тысяч метров-то упасть Это не слабое такое приключение Самое интересное, ребят Здесь наверху этой горы Даже есть отель Который называется Само Джабблсабха отель Вот так вот он выглядит Вы знаете, такой очень стильненький отельчик Прямо на самой вершине горы У меня, конечно, нет времени сейчас здесь останавливаться Но можно было бы, наверное, попробовать Смотрите Что мне понравилось Здесь вот из камешков Видите, собраны прям стены Красиво Красиво Мне нравится Красивенький отельчик Все из камня называется Красиво Вот здесь Спасибо за шагу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому всем приветик ребят еще раз я сейчас пришла на место которое называется айнхашир сейчас вам покажу это такой источник в котором можно купаться вот только здесь ступеньки такие не очень удобные и еще знаете что плохо немножко грязно поэтому у меня уже штанишки мои грязные снизу ну потому что и машина как бы грязная и вообще так грязноватенько тут потому что идет дождь вот сейчас покажу вам как выглядит этот источник смотрите вот так вот выглядит этот источник то есть настоящий такой ручей который бежит откуда-то с горы и здесь можно купаться но как бы очень много людей поэтому я с вашего позволения сегодня купаться не буду здесь я приеду когда-нибудь вне сезон когда здесь никого не будет тогда я точно здесь купаюсь прям обещаю вам вот такая вот здесь красота и восхищаться ребят смотрите какая здесь красота просто что-то невероятное вообще невероятно но факт я очутилась в таком месте где вообще не ощущается даже запах персидской страны в смысле страны персидского залива прибыли на анти gravity point то есть вот видите дорога идет вверх вот сейчас мы ставим машину на нейтрал и вы посмотрите как она будет двигаться и машина едет машина едет вверх сама по себе машина стоит на нейтралке мы поднимаемся наверх ведь и дорога идет наверх и машина едет сама вот это место называется анти gravity point то есть машина двигается сама на нейтралке смотрите на нейтралке стоим смотрите машина на нейтралке едет сама это какой-то кошмар она едет вверх и она едет сама ребят это вообще невероятное что-то машина едет сама эта машина поднималась поднималась наверх вот сейчас она как бы поднялась на должна ехать назад то есть дорога как бы сверху автомобиль должен ехать назад но он не едет он стоит ребят он стоит без тормоза то есть он просто стоит смотрите сколько верблюдов в одном месте это просто что-то нереальное целая толпа толпа верблюдов ну в общем я ребят вернулась экскурсии хотела спуститься в море хотя бы ноги помочить понятно что плавать бы я не стала посмотреть какие волны огромные но прибежал злой спасатель начал свистеть свисток мне прямо над ухом и сказал что вообще даже к морю подходить нельзя коровийскому потому что она пушует так что не пустили меня туда совсем то есть даже вот сюда вот как бы близко нельзя спускаться но видимо он боится что все-таки волной может утянуть внутрь а спасать уже тогда никто не будет а вот так вот выглядит территория соседнего отеля кромплаза ну конечно немножко я сглупила зря я здесь не остановилась потому что здесь в принципе очень даже неплохо я сюда дошла через пляж красиво здесь кстати целых два бассейна и очень даже красиво если в море купаться невозможно то я хотя бы могла бы здесь в бассейнах поплавать в общем вот так вот отельчик неплохой но тоже видно что он уже такой не новый но неплохой да кстати игры внутри отель очень даже красивенький такой холл здесь красивый в отеле очень даже неплохо прям душевненько на следующий раз будет кромплаза есть тут такое даже вы знаете очень располагающий то есть как бы фонтанчики все прилично красиво прям по человечески всем доброе доброе утро аравийское море у нас так и бурлит и что я вам самое главное забыла рассказать о сезоне хариф салали но я уже говорила о том что его очень любят наши эмиратские арабы вчера мы видели очень много автомобилей когда путешествовали по салали и из дубаи и и даже из шарджи и во время сезона хариф который длится с июля по конец сентября вы не увидите солнце то есть солнце его просто-напросто нет если вам кажется что просто у меня вот такой вот темное видео снилось это не просто темное видео а солнце в это время просто-напросто нет то есть стоит пасмурная погода муссонные ветра и мелкий накрапывающий дождь но и в такую погоду от плюс 22 до плюс 27 очень здорово прокатиться например на лошадках по пляжу который находится рядом с моим отелем вот солнца ребят просто-напросто нет и бурлящее аравийское море ну а муссонные ветра идут конечно с индийского океана ребят посмотрите куда пришло море она сегодня гораздо дальше чем оно было вчера и аравийское море как будто бы говорит сваливайте тетя лена уже салалы у нас тут начинается жесть потому что вот здесь видите какая огромная лужа около отеля это сюда море уже тоже забежала ну в общем вот такая вот погодка салале поэтому ребят пора-пора пора в аэропорт у меня на сегодня все дорогие мои подписчики видео и так уже получилось длинным но салалы мне очень понравилось номера телефонов англоговорящих гидов я обязательно оставлю под этим видео с которыми я путешествовала по салале вот обращайтесь и сама я еще конечно обязательно вернусь султанат аман и обязательно вернусь салалу если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы всем отличного дня и интересных путешествий но а я уже в аэропорту салалы и поэтому следующее мое видео будет о городе маскат о шикарных и интересных пляжах этого города поэтому не пропустите мое видео и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова